Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать всех, кто в этот час включил канал ТВ-21 Бой. Вы смотрите очередной выпуск программы в школе. Сегодня мы вновь расскажем о самых интересных событиях из жизни юных боевлян. С вами ученик школы номер 2 Анатолий Иванов и ученица школы номер 13 Полина Смирнова. 12 декабря в нашей стране отмечался День Конституции. Очередная годовщина с момента принятия главного закона государства. По традиции в преддверии праздника городской центр молодежи организует торжественную церемонию вручения паспортов 14-летним боевлянам. На мероприятии также вспоминают символику государства и историю Конституции. Мы клянемся гордо нести звание граждан России. Клянемся! Клянемся! Получить главный в жизни документ, паспорт гражданина Российской Федерации, очень памятно и волнительно. А получать его в торжественной обстановке, на глазах сверстников и родственников, вдвойне приятно. Торжественные церемонии вручения первого паспорта в Центре молодежи проходят несколько раз в год. Особенно среди них выделяется мероприятие, проводимое в преддверии Дня Конституции России. Праздник отмечается 12 декабря. 14 молодых боевлян получили паспорт в преддверии этого важного дня. Теперь они полноправные граждане великой страны. У них появились свои права и обязанности, которые прописаны в главном законе государства. Об этом напомнила собравшимся председатель городской избирательной комиссии Наталья Розова. Она вручила молодым людям тексты Конституции России и пожелала быть достойными гражданами нашей страны. Я думаю, что у каждого должна быть эта, хотя и маленькая, но очень ценная брошюна. Это последнее издание в редакции 2014 года. Поэтому я думаю, что вы не просто ее прочитаете, но и будете изучать на своих уроках общественного знания, истории. А пожелать я вам хочу одного – быть достойными гражданами Российской Федерации и просто быть счастливыми людьми. Также с получением паспорта ребят поздравили депутат Думы города Буя Ольга Фелькер и представитель городского и районного совета ветеранов Нина Грибкова. В завершении мероприятия молодые люди могли проверить свои знания государственной символики Российской Федерации и истории ее формирования. Им было предложено заполнить кроссворд. Победители получили небольшие поощрительные призы. У нас очень много приглашенных сегодня. Большое спасибо, что все так активно откликаются на наши просьбы. И к ребятам приходят действительно с подарками, чтобы этот день запомнился чем-то. Ребята, сразу видно, конечно, они немножко рабеют, потому что в такого формата мероприятия им не часто приходится присутствовать на них. Очень хочется поблагодарить родителей, которые настолько ответственно подходят к этому, настолько они активно принимают участие. Непосредственно мы связываемся с каждым родителем, приглашаем на это мероприятие. И все стараются отложить самые важные свои дела и поприсутствовать, действительно увидеть собственными глазами, как твоему ребенку вручают эту красную книжечку. Не просто так, из окошка откуда-то выдают, а именно вот в торжественной обстановке начальник миграционной службы вручает в торжественной обстановке, еще раз повторяю. Вот этот документ, это все-таки передает значимости. Полина, а ты знаешь, что уроки можно проводить не только в школе? Да, знаю. В этом году в течение целой недели такие уроки для школьников города Буя и Буйского района прошли в Краеведческом музее имени Тамары Васильевны Ольховик. Всего 9 уроков. И стоит сказать, что это были не просто уроки, а конкурс, проведенный впервые. С 7 по 14 декабря в Буи проходил межмуниципальный конкурс «Урок в музее». Он заключался в проведении уроков с обязательным включением в их содержание музейных экспонатов Буйского краеведческого музея имени Тамары Васильевны Ольховик. В рамках конкурса прошло 9 уроков. Их давали учителя 4 городских и 2 районных школ, а именно школ номер 2, 5, 9 и 13 имени Рудольфа Александровича Наумова, Италицкой школы и Честобургской школы номер 1 имени Ивана Нечаева. Учредителями конкурса были управление образованием Буйского муниципального района и отдел образования Буйской городской администрации, организаторами информационно-методический центр города Буя и районный методический кабинет. «Уроки были очень продуманные, содержательные. Хочется отметить, что эти уроки были проведены в различных залах Буйского краеведческого музея, в различных экспозициях. Это была и экспозиция, посвященная Сергею Высокову, это была экспозиция, посвященная Юлии Валерьяновне Жадовской, экспозиция, посвященная Декабристам, экспозиция, посвященная Железноборовскому монастырю. Уроки были очень разнообразные и яркие. Я думаю, что от данного конкурса получили удовольствие и учащиеся, и педагоги, и члены жюри, которые судили данный конкурс». Уроки проходили и в залах музея с экспозициями о Великой Отечественной войне, о крестьянском быте, в зале, где представлены работы преподавателей и учащихся Буйского колледжа искусств по декоративно-прикладному творчеству, а именно резьбе по дереву. Конкурс проводился в рамках городского методического объединения учителей предметов духовно-нравственного цикла. Участниками стали учителя, предподающие такие предметы, как основы религиозной культуры и светской этики, основы духовно-нравственной культуры народов России. Данный курс введен в этом году впервые в пятом классе в рамках стандартов второго поколения. Предметы-истоки. Учителя начальных классов, работающие в духовно-нравственном направлении во внеурочное время. Присуждено два вторых места. Их заняли Елена Нестерова, учитель начальных классов школы номер 5 города Буя, и Елена Сепилина, учитель начальных классов школы номер 1 имени Ивана Нечаева поселка Чистая Бары. Третье место присуждено Валентине Рог, учителю начальных классов школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова. В этой же номинации в категории «Среднее звено» первое место у Ирины Молодкиной, учителя русского языка и литературы Чистоборской первой школы имени Ивана Нечаева. Второе место у Марины Меншиковой, учителя русского языка и литературы Талицкой средней школы. И третье место у Татьяны Геннадьевой, учителя истории и общества знаний из поселка Талица. В номинации лучший урок по учебному курсу «Нравственная основа семейной жизни» в музее. Второе место у Оксаны Князевой, учителя истоки, предмета ОРКС и основы духовной нравственной культуры народов России школы номер 2. В номинации лучший урок по предмету ОРКС в музее у учителя этого предмета школы номер 9 Татьяны Кабановой. В номинации лучший урок по предмету основы духовной нравственной культуры народов России в музее у учителя истории и общества знаний 13-й Наумовской школы Анны Березиной. Конкурс был организован при сотрудничестве с Буйским короведческим музеем имени Тамара Васильевна Ольхевик. Мне хочется поблагодарить от всей души сотрудников музея, это и научных сотрудников, и директора музея Долгорукова Надежда Николаевна за теплый прием. Сотрудники музея предоставляли весь материал и даже архивный материал, то есть учителя в предварительной работе работали и с материалами музея, и с экспонатами музейными, и учащиеся также работали с этими музейными экспонатами. Этот опыт с проведением данного конкурса был, на наш взгляд, очень удачным, и мы планируем проведение данного конкурса и в дальнейшем, а педагогов, представивших лучший опыт, мы приглашаем на рождественские чтения межмуниципальные, которые проходят в нашем городе, в рамках мастер-класса представить данный опыт. Творческие встречи в детской музыкальной школе – это уже традиция. Ребята встречаются классами из школ других городов и районов Костромской области. Буйские музыканты уже трижды побывали в Костромской школе искусств номер 4. И вот костромичи приехали в гости в бой. Здесь состоялась встреча класса флейт и духовых инструментов. Это прекрасная возможность послушать, как играют сверстники из других школ, познакомиться и продолжать общение в будущем. Традиционные и предновогодние – именно такими являются творческие встречи юных музыкантов из Бои и Костромы. Недавно на Буйской земле побывали костромичи. Встреча прошла в детской музыкальной школе, а принимали здесь учащихся двух костромских школ – детской музыкальной школы номер 3 и детской школы искусств номер 4. Встречались классы флейт, но к ним присоединились и дети, играющие на медных духовых инструментах. История этих встреч давняя. Встреча в Буе – это ответный визит костромичей. Боевляне уже трижды побывали на подобных встречах в областном центре. И в этом году решили пригласить в гости своих сверстников из костромских школ. В Буйской школе, где обучают музыкантов, побывали почти 20 гостей. Это учащиеся, их преподаватели и концертмейстеры. Цель подобных встреч – вместе помузицировать и порадоваться достижениям друг друга, подружиться, чтобы и в дальнейшем продолжать творческое общение. Очень интересно, что делается в других школах. И мы как-то пробовали вначале, с чистыми барами у нас была встреча. Потом мы как-то в Галич ездили. Но в Галич как бы недалеко, в то же время дорога дальняя. Тоже очень успешно все это проходило. И в дальнейшем мы переключились на Кострому. И теперь вот уже три раза мы были в Костроме. А в этом году к нам костромичи приезжают в гости. То есть очень нам приятно встретить гостей. И я думаю, что это будет очень интересное мероприятие. Потому что каждый раз привозят что-то новое, какие-то номера. И в этом году у нас встреча идет флитовая, то есть класса флит. Зимовица Людмила Витальевна и моего класса. И в то же время они привозят нам медь, то есть медные инструменты. Я думаю, что это будет интересно и детям, кто слушает, и преподавателям. Потому что тот уровень, который существует в Костроме, медных инструментах, у нас пока, конечно, нет такого уровня. Поэтому есть куда расти, есть какого опыта набраться. А вообще творческие встречи, они, конечно, много дают в плане общения. Я уже говорила, в то же время в плане общения преподавателей. Мы общаемся, обмениваемся какими-то нотной литературой, какими-то методическими находками. Потом, благодаря таким встречам, мы видим рост детей. То есть мы наблюдаем их рост. Видим сначала их маленькими, а сейчас они уже вырастают. Когда вот на протяжении старых лет. Это очень интересно. Интересно смотреть, как растут дети. У нас уже давняя дружба с Ольгой Михайловной. Они к нам приезжали несколько раз в Кострому. Мы решили теперь навестить город Буй. Буйский музыкант, как вы их оцениваете? Очень хорошо. С чем это связано? Ну, потому что у них очень хороший педагог-профессионал. И дети также очень хорошо играют. Ну, во-первых, я жду также, чтобы наши дети подружились. Они и дальнейших встреч. Виталина очень такой активный преподаватель. И она работает не в одной школе Костромы. То есть она там ведущий флитист. Вот так вот я имею в виду среди школ, среди преподавателей. И как-то вот мы так сдружились. У нас очень такие хорошие теплые отношения. И я считаю, что мы в этом только выигрываем вместе. Из-за того, что вот наши педагоги, замечательные наши педагоги по классу флейты, которые, они не только прекрасно работают с детьми, но они еще общаются. У них очень хорошее творческое общение. И поэтому у нас вот возникла такая идея. Она спонтанно возникла, конечно. Да, почему бы нам не поиграть друг перед другом, не похвастаться своими достижениями в хорошем смысле. И эти встречи почему-то вот ближе к Новому году все. По времени они вот туда. То есть они такие предновогодние, традиционные предновогодние встречи. Они у нас проходили в разной форме. Это были даже иногда в форме таких небольших театрализованных представлений, небольших типа карнавала, такого вот, ну вот такого плана. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете буйских музыкантов? Очень высоко оцениваем. Прекрасные музыканты буйские. Прекрасные. Мы очень часто встречаемся не только в таких вот форматах, но и на конкурсах, где их достижение оценивает очень высокое качество уровня жюри. Вот это Московская консерватория, Российская академия музыки имени Гнесиных. Они там получают всегда очень высокие награды, и мы всегда за них очень радуемся. Встреча состояла из трех частей. Концерт, в котором играли в перемешку, познавательные игры и, конечно же, чаепитие. Все знают, что буй – это город железнодорожников, а специалистов для этой отрасли готовят в буйском техникуме железнодорожного транспорта. Для будущих тружеников стальных магистралей во второй раз была организована творческо-техническая олимпиада. В этом году, в отличие от прошлого, в ней приняли участие не только студенты, но и работники железной дороги. Две команды ребят против двух команд молодых помощников-машиниста. Творческо-техническая олимпиада. В ней приняли участие те, кто уже работает, и те, кто еще учится. Студенты буйского техникума железнодорожного транспорта и ЖД предприятия. В этом году ее провели уже во второй раз на базе Дворца культуры железнодорожников. В прошлом году среднее специальное учебное заведение и Дворец культуры обратились с инициативой проведения этого творческого конкурса профессионального мастерства к работодателям, которые эту инициативу и поддержали. В истязании приняли участие четыре команды. Две команды студентов «Гудок» и «Мощь локомотива» и две железнодорожников «Гранит» и «Сапсан». Конкурс начался с визитки. Участники рассказали, почему выбрали именно профессию машиниста. Конкурс так и назывался «Я горжусь своей профессией» или «Железнодорожник – это звучит гордо». Это спонтанно получилось. Сначала вроде бы и не планировал, а потом много знакомых на нее пошли. Но думаю, да, я тоже попробую и в дальнейшем появился интерес к этой профессии. А вот именно в этой Олимпиаде принять участие твое решение было? Ну, как бы, да, это мое решение. Надо заказать и показать, что что-то знаю, что готов к работе по этой профессии. Ну и преподаватели тоже как бы рекомендовали. Нам представили вопросы, которые, возможно, будут. И из конспектов каких-то книг мы выбирали и записывали эти вопросы, и запоминали, учили. Скажи, пожалуйста, а в зале очень много ребят, кто пришел поддержать? Да. Кто это? Это большинство студентов нашего техникума. Все-таки поддержка ощущается? Ну да, но волнение от этого не пропадает. Преподавателям надо сказать всем спасибо, вне зависимости от... которые нас обучали и по спецпредметам, и по общеобразовательным. Всем им большое спасибо. В прошлом году на базе Дворца культуры «Железнодорожников» мы впервые провели творческо-техническую олимпиаду при поддержке коллектива Дворца культуры. По итогам прошедшей олимпиады мы сделали вывод, что это замечательно, и захотели этот опыт повторить. Но немножко уже в другом ракурсе. Если в прошлом году у нас принимали участие только наши студенты, то в этом году принимают участие уже команды представителей наших работодателей Депо Северной дирекции тяги. Они выставляют две команды молодых специалистов-помощников машиниста-локомотива. Мы также выставляем две команды студентов по профессии машинист-локомотива. Они согласились, в общем-то, сразу, обсудили все вопросы, и они принимают участие не только выставляя команды, но и как спонсорскую поддержку оказывают. Конечно, болеем за своих студентов, но, как говорится, кто будет лучше, жюри оценят. Конкурс назывался «Знатоки ПТЭ-2015». ПТЭ – это правило технической эксплуатации. В знаниях этих правил и соревновались команды. ПТЭ называют еще единым законом железных дорог. В их выступлении оценивало компетентное жюри, в составе которого вошли преподаватели техникума, действующие сотрудники железнодорожных предприятий и ветераны железнодорожного транспорта, работники Дворца культуры. В программу Олимпиады вошло несколько домашних заданий и творческие конкурсы. По итогам интеллектуальных и творческих конкурсов в номинации «Знатоки ПТЭ-2015» и «Скоростной экспресс» победителем стала команда «Мощь локомотива». В номинации «Лучший игрок» отличился Сергей Астанин из команды «Сапсан». В номинации «Таланты железных дорог» первенство у команды «Гудок», а самым сплоченным коллективом признана команда «Гранит». Победителем конкурса профессионального мастерства стала команда «Гранит» северная дирекция тяги филиала ОАО «РЖД», которая набрала наибольшее количество баллов. «Зима, все время темно, утром идешь темно, вечером идешь темно». А знаешь, Толя, именно в темное время суток важно быть особенно бдительным на дороге. В темное время водитель может просто не увидеть пешехода. Необходимо иметь светоотражатели. Об этом на днях юные инспектора дорожного движения напоминали буевлянам. С 1 по 17 декабря Буйский отдел ГИБДД совместно с юными инспекторами дорожного движения провели профилактическую акцию «Засветись», в рамках которой рассказали буевлянам о необходимости использования в темное время суток светоотражателей. Пятиклассники школы номер один вместе с инспектором дорожного движения рассказывали прохожим о важности соблюдения правил дорожного движения. Согласно их, с 1 июля 2015 года пешеходы обязаны иметь светоотражатели в следующих случаях. Вне населенного пункта, при переходе дороги и движении по обочине или краю проезжей части, в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Данные элементы полезны как для пешехода, так и для окружающих его автомобилей. Водитель издалека видит светоотражателей, и у него есть достаточно времени, чтобы принять решение. Например, если пешеход носит такие элементы, то его гораздо чаще пропускают на пешеходных переходах. Большинство дорожно-транспортных происшествий, одна треть из них, это наезды на пешеходов. Каждый четвертый наезд, к сожалению, происходит на пешеходном переходе. И зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются не водители, которые не соблюдают правила дорожного движения, либо скоростной режим, а пешеходы, которые переходят дорогу на красный свет, либо, значит, не в установленных местах, и в темное время суток никаким образом не обозначая себя на проезжей части. И, сами понимаете, водителю в таких условиях очень сложно сориентироваться и заметить пешехода. К тому же в условиях недостаточной видимости, либо ограниченной видимости, ему очень сложно и необходимо помочь. Для этого, значит, существуют светоотражатели, они эту проблему решают. Но, как известно, проблему лучше не решать, а лучше предупредить и сделать так, чтобы эта проблема не возникла. Светоотражатели это в состоянии сделать. Значит, с точки зрения закона, в соответствии с пунктом 4.1 правил дорожного движения, мы вступившим в силу, значит, с 1 июля 2015 года, согласно этого пункта, рекомендуется всем пешеходам иметь светоотражательные элементы на предметах своей одежды, если они находятся на проезжей части в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. Что касается в ненаселенных пунктах, значит, их использование обязательно. То есть, если пешеход идет по краю проезжей части, либо по обочине, то он обязан в темное время суток эти элементы при себе иметь. Штраф за их отсутствие составляет 500 рублей. На самом деле, все это очень важно и очень серьезно и для пешеходов, и для водителей. И хотелось бы на этой теме очень, значит, акцентировать внимание как пешеходов, так и водителей. Светоотражатели бывают нескольких видов. Жилет, нашивки на одежду и аксессуары. В любом почтовом отделении можно приобрести брелки и браслет белого и лимонного цветов. Цена таких световозвращателей – 50-60 рублей. Хотелось бы обратить внимание, что светоотражатели ни в коем случае не дают преимущества пешеходу при движении на проезжей части, поскольку в любом случае пешеход должен убедиться, что водитель его увидел. Это очень важно. К новостям спорта. 10 декабря отмечался Всемирный день футбола. В этот день наша съемочная группа отправилась на стадион «Спартак», чтобы понаблюдать за играми в рамках городского этапа всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». В нем принимают участие ребята из пяти городских школ и школы-поселка Чистые Боры. Соревнуются юные футболисты в четырех возрастных группах. Впереди еще несколько этапов этого спортивного проекта. Завершились игры городского этапа турнира «Мини-футбол в школу». Команда-победитель местного этапа соревнований получает возможность сыграть на уровне области, а в случае дальнейшей победы – на уровне Центрального федерального округа. Среди игроков младшего возрастной группы 2004 года рождения и моложе лидировала в городском этапе команда школы номер 13, имени Рудольфа Александровича Наумова, преподаватель Оксана Смирнова. Второе место заняла школа номер 2 под руководством педагога Леонида Попова. На третьем месте команда школа номер 37, преподаватель Евгений Цветков. В средневозрастной группе ребята 2002-2003 годов рождения. Победу удержала команда школа номер 2, тренер Леонид Попов. На втором месте команда школа номер 1, поселка Чистые Бары, тренер Владимир Чайников. Третьими стали учащиеся 13-й школы под руководством Елены Блохиной. В старшей возрастной группе первое место заняла также команда из второй школы. В самой старшей возрастной группе юниоры 1998-1999 года рождения победу уверенно одержала команда из школ номер 2. За второе место поборолись учащиеся 13-й и 1-й школ. В личном противостоянии победителя выявить не удалось. Ничья. 4-4. Только по дополнительным показателям вторыми стали ученики 13-й школы, преподаватель Сергей Чумычев. И на третьем месте воспитанники Николая Виноградова из 1-й школы. Финальные игры проекта мини-футбол школы зоны северо-запада области состоятся в Буе 15-18 января следующего года. Наш город будет представлять в младшей группе команда школы номер 13. В средней старшей и юниоров будет выступать школа номер 2. Интересно было смотреть младшую группу. Там было все просто азартно. И прямо эмоции через край били. Что у детей, что у зрителей, что у преподавателей. Средняя группа уже посолиднее. То есть они уже друг друга все знакомы. Поэтому у них уже больше такая тактическая борьба. То есть вот видите, сейчас счет 1-1 там. У младших было, конечно, это все прямо в азарте большом. Кстати, выиграла 13-я школа достаточно уверенно, победив всех своих соперников. Дальше у нас Буя же будет проходить зональный этап. Когда к нам приедут Салий Галич, Галич, наши соседи Сусанина. Потом финал областной и так далее. То есть до первенства, точнее до чемпионата России, до финала всероссийского проекта. То есть все ребята есть шансы поучаствовать вплоть до последнего финала. То есть всего 5 этапов. Этот проект подразумевает участие учебного заведения отдельно. То есть здесь удобнее, конечно, в мини-футбол. Потому что набрать за 11 человек одного возраста, одного года на большое поле достаточно сложно. Поэтому он и задумывался как проект для общеобразовательных заведений. То есть здесь не могут играть дети из групп подготовки, занимающиеся в командах мастеров. А вот именно это для школьной программы такая, чтобы охватить как можно больше количества. Поэтому он очень массовый проект. Участвуют дети со всей страны. И, в общем-то, конечно, именно для этого проекта удобнее мини-футбол. Как поется в известной песне, трус не играет в хоккей. Буйские юные хоккеисты недавно приняли участие в очередном турнире. Он традиционный и называется «Регион-центр Золотое кольцо». Очередные блестящие победы юных буйских хоккеистов. В этом году участники команды «Планета» успешно уступают в престижном хоккейном турнире «Регион-центр Золотое кольцо». В возрастной группе 2001-2002 годов рождения наши ребята со счетом 3-2 обыграли серьезного соперника – команду «Россияне» из Ярославля. Со счетом 8-3 уверенно выиграли у команды детско-юношеской спортивной школы номер 4 – городу Тутаева. 5-3 обыгран «Вымпел» из Иванова. 8-1 – хоккейный клуб «Костроман». Олимпу из Вологодской области уступили в серии булитов со счетом 4-5. Во второй игре с ярославцами, к сожалению, уступили 4-1. Ежегодный межрегиональный турнир, который включат в себя города центра России, ближайшие Вологды, Ярославль, Кострома, Владимир, Иваново и так далее. То есть этот турнир проходит в двух возрастных группах. Одна – это дети, но уже юноша, 2001-2002 год рождения. Эта группа, в общем-то, на данный момент достаточно удачно выступает в этих соревнованиях. Были с минимальным счетом, была обыграна сильная команда Ярославич из города Ярославля. В общем-то, был обыгран на прошлой неделе Тутаев. Томанда идет в серединке таблицы. В общем-то, я думаю, они очень прилично выступают в этом сезоне. Также есть группа 2003-2004 год рождения. Это «Золотое кольцо» проходит в рамках тура. Первый тур был в Буе месяц назад. И второй тур буквально на следующей неделе будет в Майском. То есть наша команда тоже заявилась, выступает. Поэтому все соревнования, которые ближайшие, мы стараемся всегда в них участвовать. 2001-2002 год, те команды играют в круг. А вот в 3-4 эта команда выезжает на 3 дня в какой-то город. И там они турниром играют просто. По итогам планируется 3 этапа, 3 турнира. И по итогам этих турниров будет определен победитель в этой возрастной группе. У нас игроков хватает, да. Но мы еще усиляемся игроками, особенно по первому-второму году, с командой «Искра». То есть мы как бы выступаем совместной командой вместе с «Костромичами». Также мы совместно с командой выступаем с «Костромичами» на Кубке «Локомотива» как по 2005 году, так и по 2007 году рождения. То есть у нас хорошие дружеские отношения между тренерами. Поэтому мы стараемся с областью «Костромскую» представить на лучшем формате. У нас возраст 2001-2002 год тренирует Алексей Владимирович Ашарин. И плюс вот к нему приезжают ребята с «Костромы», где тренер Антон Вячеславович Каленкин. Что касается 2003-2004 года, эта команда собрана из двух групп. Соответственно, там тоже тренер Ашарин, Алексей Владимирович и Алексей Валерьевич Чистяков. В 2007 год тренирую я. И есть у нас еще группа еще младше. Это группа 2009 года рождения. Там у нас тренер Михаил Павлович Китовный. Ну а вообще, в общем-то, хоккей у нас движется полным ходом. Две группы у нас выступают в Кубке «Локомотива». Это по Ярославлю. То есть набираемся в опыте, так скажем, продолжаться. Это дивизион любителей 40+, где команда «Планета» идет на втором месте. И буквально с этих выходных стартует первенство Косромской области среди любительских команд. Мы не рвемся куда-то там за облачные дали, а здесь. То есть мы вот уже много лет выступаем. У нас, в принципе, есть и места. В основном мы занимали бронзовые места в прошлых турнирах. И наше имя внесено в книгу достижений города Буэспорт. Книгу спортивных достижений. Поэтому, как бы сказать, нам есть чем гордиться на данный момент. Хоккей развивается, хоккей движется. Поэтому, в общем-то, стремимся участвовать во всех турнирах и стараться выступать как можно лучше. На сегодня у нас все новости. До свидания и всего вам доброго. До новых встреч в школе! Субтитры подогнал «Симон»!